Здравствуйте! Вы смотрите программу «Скажи, не молчи» в студии Татьяна Щербина и Светлана Смолонская. И мы продолжаем нашу работу в замечательном Медиадоме. И сегодня у нас в гостях настоящий полковник Сергей Андреев. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Решительно приветствуем и поздравляем! Спасибо! Как будете отмечать этот особый для каждого десантника день? Ну, на рабочем месте. Сейчас уже тружусь на гражданском поприще, поэтому рабочий день обыкновенный. Ну, а вечером дома в кругу семьи. А с боевым братством? А это будут отдельные мероприятия, уже спланированные и подготовленные. Ясно. Оно состоится чуть позже, чем 2 августа, да? Но все карты мы раскрывать не будем. В Беларуси, как таковых, воздушно-десантных сил в данное время нет. Есть силы специальных операций, которые, собственно, являются правоприемниками ВДВ и ГРУ СССР. Ребрендинг произошел в 2007 году, да? Правильно? На ваш взгляд, правильно ли было вот это решение объединить эти два подразделения? Решение, которое было принято военно-политическим руководством нашей страны, конечно, не оценивать. Но, со своей точки зрения, для нашей страны, для нашей территории, для наших возможностей, это, я считаю, было наиболее оптимальное решение. Более того, если мы посмотрим, что в 2007 году была создана эта структура, то последующие, последующие несколько лет, наши ближайшие соседи, по аналогии нашей структуры, создали у себя. То есть мы были в нашем регионе, будем сказать, первооткрывателями. Поэтому я считаю, это правильно. А наши ближайшие соседи это россияне? Россия, Польша, Украина. В этих странах они тоже, ну, позже. Мы были первыми. А если окунуться немножко в историю, а вот этот вот провал между 2007 годом и после развала Советского Союза, какие у нас действовали силы? У нас наши, на территории Республики Беларусь, вот, с 91-го года существовали три подразделения, которые и сегодня же входят в состав сил специальных операций. Это две десантные бригады. Одна десантовая штурмомая в Бресте, 38-я, 103-я. В воздушных десантах сначала была дивизия, потом была сокращена до бригады. И пятая бригада специального назначения, вот, в Марино-Горке. Вот эти три соединения и были основой создания сил специальных операций. Потом оно прошло наращивание, улучшение, там, структура совершенствовалась. Но на сегодняшний день это самый оптимальный момент. Почти 10 лет вы были на посту заместителя командующего сил специальных операций по идеологической работе. И свою главную задачу вы видели в том, чтобы показать всю красоту сил специальных операций, их успехи в боевой подготовке, ее интенсивность, людей, патриотическое воспитание, те процессы, которые происходят в наших частях. Я прекрасно понимаю, что если не мы заполним эту нишу, кто-то заполнит ее вместо нас и не с очень позитивной стороны. И если бы мы не сработали в свое время оперативно, то десантники до сих пор бы ассоциировались с купанием в фонтанах, а не самыми боеспособными воинскими частями наших вооруженных сил. Это была ваша цитата. В марте 22-го года в должности полковника вы уволились в запас. Миссия выполнена, вы считаете? Ну, для себя считаю, что да. Все какие цели я себе оставил, вот, максимально достиг. А можете озвучить эти цели? Какие цели были поставлены? Я считал, что нужно достичь предельного возраста в вооруженных силах. Второй момент, достичь максимально возможного карьерного роста. Я считаю, что я все достиг. И звание полковника, и должность замкомандующего. Ну, с вашим приходом в силах специальных операций была разработана и утверждена символика и атрибутика, нагрудные знаки, девизы воинских частей. Также был издан приказ, регулирующий вручение голубых беретов. И ритуал посвящения в разведчики. Можете вот и про ритуал рассказать поподробнее? Действительно, мы столкнулись с таким моментом, что в каждой воинской части, вот, причем у нас же десантники еще есть и в военной академии обучаются, есть в оперативных командованиях, есть роты специального значения. И в каждом подразделении как-то, ну, командир на свое усмотрение принимал, как проводить тот или иной ритуал. То есть какой-то общей системой, системой цельности. Да, то есть, ну, надо как-то, в армии должно быть все однообразно, чтобы все друг друга понимали, чтобы это пришло, должно быть все приведено к единому знаменателю. Вот, и вот, вышел я с инициативой на командующего, он меня поддержал, мы разработали приказ министра обороны, проект приказа, в котором определили, да, действительно, как становится десантником, как становится разведчиком, как вручается голубой берет. Вот, кроме того, еще мы в этом же приказе определили момент, что в каждой воинской части, вот, есть девиз воинской части, и мы тоже закрепили их приказом. Раньше такого, как-то не практиковалось, а сейчас есть, и мы, в принципе, довольно счастливы и довольны. А кто придумывает эти девизы? Это исторически сложилось, вот, я уже их просто закрепил приказом. А они уже в бригадах существовали еще, я даже не скажу, с каких времен. Ну, вы наверняка же их помните до сих пор, то есть, то это что-то вокруг, никто кроме нас? Никто кроме нас, это девиз сил командования, сил специальных операций. 38-й бригаде, честь и вера. 103-я бригада, высота, отвага, натиск. Пятая бригада, в любое время, в любом месте, любые задачи. То есть, эти постулаты, которые изучают и впитывают в себя, в свое внутреннее состояние каждый салат, который прибывает служить в нашей воинской. части. Ну, и помните, вы их наизусть. Ну, немножечко расскажите еще про ритуал посвящения в разведчике. На самом деле, наверное, там есть какой-то секретный момент, потому что видео я не нашла в интернете. Фото, да, а видео нет. Смотрите, военнослужащий, призывник молодой попадает служить в военкомат, через военкомат приходит служить в нашу бригаду специального значения. Там он проходит курс молодого бойца, изучает основы своей воинской специальности, по итогам которым они проходят, у них комплексные полевые занятия. В этот же период времени у них и десантирование происходит, они изучают парашюты, тоже совершают прыжки. И в конце этих занятий общегрупповых, вот, они проходят различные упражнения, задают физическая подготовка, огневая, стрельба и другие предметы боевой подготовки. И по итогам, по итогам, на плацу торжественно им вручаются посвящения в разведчики в памятном месте. У них есть на территории воинской части воинское захоронение, вот, мемориал, рядом с которым они проводят свое мероприятие. Это уже есть установленный сценарий, ритуал. Ну, это довольно красочно и красиво. Найти в интернете это можно. А вот из всех испытаний, которые приходится проходить тем, кто оспаривает право на ношение берета, какое самое сложное вы бы выделили? Или они все одинаковые по уровню сложности? Дело в том, что они каждый в своем этапе имеют свою роль. Если ты не пройдешь всех испытаний, ты просто, ну, не будешь допущен. Но если мы берем, возьмем конкретно получение голубого берета, то есть, если ты не пройдешь сдачу контрольных занятий в воздушной подготовке, тебе просто не допустят к сдаче, и все. Если ты служишь в десантной части и не совершаешь прыжки, ну, это совсем не комильфо. В мужском коллективе это на более четко прослеживается, что если мы все вместе, вот, потому что у нас есть принцип, мы все едины, вот. У нас от генерала до рядового мы все десантники. И это очень сплачивает коллектив. У нас был момент такой, скользкий момент, когда в определенный промежуток времени было, что боевые подразделения, они совершали прыжки, а подразделения обеспечения отстранены были. Это, значит, создало определенную напряженность в воинских частях. Я десантник, я прыгаю, совершаю прыжки, а ты вот носишь голубой берет, а прыжки не совершаешь на каком основании. То есть, но потом, потом было принято решение, нас поддержало руководство Министерства обороны, и вернуло все на круги своя, от повара до командующего. Все в равных условиях. Все в одинаковых условиях. Сергей Анатольевич, но вот эти, сдача всех этих нормативов на то, чтобы действительно тебе вручили голубой берет, и ты мог его носить законно, скажите, все их сдают? Или есть такое, что вот ты не сдал какие-то дисциплины, и что, ты никогда не получишь голубой берет, или можно пересдать? Есть нюанс один. Есть классность воинская. То есть, первый класс, второй класс, третий. Вот это там по различным предметам боевой подготовки. Для того, чтобы получить берет, нужно совершить прыжок. Это главное условие. Ты прыжок совершил, тебе его вручат. Не совершил, ну, всякое в жизни бывает. Понятно. Ну, в противовес нашему, скажем, все-таки мирному ритуалу, несмотря на то, что проходится, выполняют боевые задания, ритуалы посвящения в разведчики, мы хотим обсудить с вами кровавые обряды посвящения в спецназ военных НАТО и солдат США. Например, бойцы австралийского спецназа САСР в Афганистане убили 39 мирных жителей. Десантники элитной 101-й воздушно-десантной дивизии под видом гражданских изнасиловали и убили 4-х человек. Батальон «Телемарк» – одно из самых боеспособных подразделений не только в норвежской армии, но и в Североатлантическом альянсе в целом. Ну, это вообще редкостные отморозки. Там очень много видео. Посмотрим небольшое и обсудим. Вы, хищники на охоте, талибы, ваша добыча, в Вальхалу, в Вальхалу кричит командир батальона. Вот такое крещение кровью – это новая нормальность для НАТО? Я не знаю, как это сказать, нормальность, ненормальность, да? Но вот если не брать во внимание форму одежды, вот у людей, да? Вот они от джихадистов ничем не отличаются. От бандитского формирования. Такая же форма проведения мероприятия, посвящения, крик, вот это вот все. Оно действует на эмоциональную составляющую человека, который потом пойдет творить всякие беспорядки, беззакония, не в рамках нормального даже правил ведения войны. Это неправильно. Вот у нас такого нет и никогда не было и не будет. Потому что другой менталитет. Если даже вспомните афганские события, можно историю черпануть, что русские, советские войска вошли туда с целью оказания помощи. Строили дороги, строили заводы, плотины, обучали персонал. На территории Российской Федерации и у них там в Кабуле университеты были с целью развивать страну. С целью созидания, а не разрушения, как это делает НАТО. Здесь же совсем по-другому. Нет. Мне так кажется, что те страны и те вооруженные формирования, которые состоят, ну, мы, наши ближайшие союзники, Российская Федерация, это неприемлемо. И такого никогда не будет. Ну, вот смотрите, когда мы читаем иногда украинские паблики или даже там на украинском телевидении, показывают различные, ну, делаются вбросы, якобы там российские солдаты совершают какие-то там зверства и так далее и тому подобное. Они просто это себя кальку, да, проецируют и рассказывают. Мне так кажется, что это работают высокоподготовленные специалисты ЦПСО украинского, да, которые делают картинку, картинку для того, чтобы создать негативный образ у населения, у мировой общественности в отношении российских фонослужащих. Мы все прекрасно понимаем, что вся та огромная пиар-компания, которая прошла по Буче на Украине, это все была съемка, подготовка и инсценировка. Вот. Мы люди, которые здравомыслящие, это понимаем, а которые не здравомыслящие, которым нужна такая картинка, они ее и глотают. Ну да, многие на это ведутся, но в то же время в интернете и в сети, и на телеканалах можно найти какие-то откровения и признания украинских военных, которые сдались в плен, где они тоже рассказывают про эти кровавые обряды, что их составляли и снимали. При этом они тут же дают оценку, как они попали в плен, что делали с ними русские военнослужащие, как они их взяли, как они их накормили, в крайнем случае оказали медицинскую помощь точно. Вылечили, накормили, да, отправили обратно, а потом некоторые из них снова идут воевать против тех же россиян. К сожалению, такие факты есть не единичные. Когда обсуждали вопросы, вы просили показать нашу новую нормальность, традицию, которую придумали сами десантники. 2 августа, в день ВДВ, накупить сладостей, каких-то подарков, да, и пойти с этим в детские дома и в интернаты. Вот мы выполняем вашу просьбу и посмотрим видео. Мы в фонтанах не купаемся, мы пытаемся сделать мир лучше. Я как-то прочитал в газете, только не помню, то ли в Гродно, то ли где-то в десантнике посещали детский дом. Ну, я загорелся этим, нашел тех, кто меня поддержал. Ребята, в честь 2 августа мы приехали к вам посетить вас, привезли вам сладкие подарки и к 1 сентябрю. Посетили мы сегодня детей-сказняков в Бараневской детской больнице. У детей-инвалидов, которые находятся в социальном приюте в городе-городище. Это мы уже не первый год так отмечаем, 5 лет. Дети были очень рады. Ну, ты же, наверное, не единичная добровольца, да? То есть по всей стране проходят такие акции? Ну, я не могу сказать полностью количество людей, которые принят в участие, но знаю, что в тех воинских частях, в гарнизонах, где стоят наши части, это уже стало традицией. Ну, я когда готовилась, читала, что у них есть специальные группы ВКонтакте в других социальных сетях, то есть они там объявляют сбор, кооперируются. А вы принимали участие в таких акциях? Ну, вот именно с военнослужащими, которыми уже уволены, мне не довелось, но мы практикуем, практикуем, что я, будучи здесь в должности, проходя службу, и во всех воинских частях, у нас есть у всех подшерстные детские дома и на все такие важные мероприятия. 2 августа, День защиты детей, новогодние акции «Наши дети». Мы всегда принимаем участие, проводим для них и утренники, и их приглашаем, подарки покупаем. Это всегда уже заведено, это уже стало неотъемлемой частью нашей жизни. То есть такая благотворительность и воспитание патриотизма в действии. Можно так сказать? Надеюсь. Ну, тогда у нас для вас есть вопрос-сюрприз. Его вам задаст с экрана ваш большой друг, ваш коллега и наш гость Владимир Гобров, который был у нас уже неоднократно в студии. Внимание на экран. Приветствую наших очаровательных ведущих. И прежде всего хочу воспользоваться случаем и поздравить с Днем десантников в силу специальных операций всех, кто причастен к этому празднику, всех десантников нашей страны, десантников всего постсоветского пространства, разных времен, поколений, воинских частей, подразделений. И задать вопрос моему другу, моему близкому товарищу, поскольку уже много лет прослужил на должности замкомандующего по идеологии, Сергей Анатольевич, скажи, пожалуйста, насколько важно, нужно, необходимо заниматься с нашей молодежью военно-патриотическим воспитанием, а особенно сейчас, вот в это время? Володя молодец, задал правильный вопрос. Наверное, с целью того, чтобы я еще раз прекрасно рассказал о его клубе, который он возглавляет уже более 20 лет. Клуб СКИФ, напомню, в Речице находится. Да, СКИФ, центр специальной подготовки, допредельной специальной подготовки СКИФ в городе Речице. Я хочу сказать, что Володя сам отслужил срочную военную службу десантником 30-мой бригаде. И потом, вернувшись домой, у него это вот чувство какое-то созрело, он набрал еще единомышленников и на базе одной из школ сформировал этот клуб. Вот он уже действует почти 20 лет. Уже выпускники его проходят во многих силовых структурах в службу. И я хочу сказать, что ни одного негативного отзыва на его выпускника не было. Более того, хочу сказать, что патриотизм, он сам не рождается. Сам не рождается. К сожалению, я хочу вернуться к моменту 2020 года, если вы позволите. Конечно. Мы когда смотрим кадры, что происходило на улицах, мы видим средний возраст людей, которые принимали в этом участие, в этих беспорядках, это люди до 30 лет. Основная масса. То поколение, которое выросло уже после развала Советского Союза. В чем причина? Родители, которые воспитывались еще в советской школе, в сложные 90-е годы, в сложные 90-е, начало 2000-х, они, как их воспитывали в школе, они подумали, что школа выполнит функцию и даст ребенку, чтобы он впитал, основные направления норм поведенческих отношений к стране, к родине. Но, к сожалению, после 91-го года был перекос. Все это, как сейчас называют идеологии, тогда вообще-то чуть ли не бранное слово было. Да. Все это выключили, и родители бросили все силы и средства, чтобы как-то выжить в сложные экономические годы. Подумали, что школа даст детям все эти навыки и все эти главные ценности нравственные. Но это, к сожалению, не прошло. Главный, я считаю, постулат, где воспитывают патриотов, это в семье. Если дома родители будут негативно относиться к своей стране, то ребенок, что бы ему в школе не говорили, как бы его не воспитывали в университете, как бы его не прививали какие-то нормы в армии, он этого не примет. Как говорил глава государства Александр Лукашенко, патриота может воспитать только патриот. Конечно. Личным примером. И если в семье этого нет, то действительно, откуда у ребенка это возьмется? Любовь к родине невозможно навязать. Это должно исходить от сердца. Это должно быть в системе воспитания в семье. Вот у нас есть День независимости в Кулике Беларусь, да, есть 9 мая, да. И если дома будут обсуждаться, ой, не пойду я на это выступление. Ой, это ваше 9 мая победобесие. Вот если такое отношение будет у родителей, то ребенок это сразу впитает. И что бы вы ему в школе потом 10 лет не говорили, что это правильный праздник, нет. У него уже будет определенный стереотип в голове сработан, в мыслях, и он будет так же относиться. Как говорят некоторые мамы, я вам ребенка в армию отдам, да, вы из него человека сделаете. А я тогда говорю, извините, он у меня будет находиться либо год, либо полтора, а что вы делали до этого 18 лет? Вы хотите, чтобы я его за год изменил. Вы его сформировали как взрослого мужчину уже. Вот, у него есть определенные ценности жизненные, цели. Он уже себе все определил, рамки какие-то. А вы за год его, мы можем что-то подкорректировать. А армия может сделать из него бойца, а человека из него должны делать родители. Самое интересное, что тот же Владимир Гобров, когда у нас был, он рассказывал, что вы сказали, что нет негативных отзывов о его воспитанниках, о его подчиненных. Но были негативные отзывы, когда он начинал все это делать. Его же сверстники ему говорили, то есть это родители тех детей, ну других детей, говорили ему, что ты будешь воспитывать чужих детей, тебе это надо. У него сначала были сложности, потому что то, как он сформировал клуб и что он хочет вложить в головы своим подопечным, какую он программу подготовки для них продумал, такой нету программы подготовки ни у кого. В нашей стране ни у кого, но и ближайших соседей я тоже такого не знаю. Чтобы дети с малого возраста, будем сказать, что с первого класса, у него занимаются, ну тактическая подготовка, ну где-то может быть занимаются, по полю с деревянным автоматом побегать. Но чтобы занимались воздушной подготовкой, совершали прыжки, водолазная подготовка, инженерную подготовку, он им все дает. То есть сначала подумали, что он готовит вообще не тех ребят, не в ту сторону. Он рассказывал, что к нему приходили, изучали его опыт, смотрели, правильно ли он воспитывает людей. Но когда они поняли, что он на правильном пути, что у него ценности готовит защитник не специалистов в военном деле, а защитников патриотов своей страны, все встало на свои места. И даже вот недавно была его деятельность оценена по достоинству. На высшем государственном уровне. Да, вот это правильно. А мы сейчас ненадолго прервемся, после небольшой паузы снова вернемся в эту студию. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал, он так и называется «Скажи, не молчи». А все наши выпуски ищите на YouTube-канале «Беларусь-1». В эфире снова программа «Скажи, не молчи». И у нас в гостях полковник запаса, в прошлом заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь Сергей Андреев. Сергей Анатольевич, ну вот мы говорим о патриотическом воспитании, об участии ребят в патриотических клубах, о службе в армии. Но ведь главное же не просто заинтересовать молодых людей, скажем, прыжками с парашютами или какой-то военной романтикой, а определить какие-то перспективы. Ну вот он отслужил в армии. А что дальше? – Первое, что военнослужащий, который отслужил службу в силах специальных операций, он уже более, у него более высокий статус и котируется больше при приеме на работу. С чем это связано? Каждые полгода, в период увольнения, к нам приезжают представители различных силовых структур, милиция, внутренние войска, другие подразделения, спецподразделения приезжают и беседуют с военнослужащим увольняемым запасом, предлагая им САЗу работу. То есть он, если он служил нормально, имеет достаточную физическую подготовку, которую обеспечит ему в ходе службы, то он после этого может продолжить службу в одной из силовых структур. Если человек не желает проходить службу дальше, жизнь посвятить своему служению, то все равно есть возможность, когда это ему даст необходимый и важный жизненный опыт. Если вы посмотрите, что где-то там расхожее мнение, что это годы, выкинутые из жизни. Потерянное время, да, это называлось в 90-е годы. Что это два года не надо, там полтора года не надо. Сейчас это тоже можно найти, но в основном на 90% это говорят те, кто либо не служил, либо это говорит мама, которого не служила. Это два варианта, да. А если брать интервью у тех людей, которые уволились, то все они говорят обратные слова. Что да, это мне что-то дало в жизни. Да, она мне позволила глянуть на себя, на окружающих, определить цели в жизни. То есть он стал взрослее, стал мужчиной и стал более ответственным за себя и за тех, кто будет стоять за ним. Это очень большое, которое нигде в школе и в институте не получишь. В подтверждение ваших слов могу даже рассказать у меня есть коллега, который пошел служить в армию по призыву. И ему настолько понравилось, что он остался там еще служить по контракту. Отслужил три года, ну а дальше там уже семья и все остальное. И опять же армия позволила ему определиться с выбором дальнейшей профессии. И поставила, как он сам сказал эта цитата, поставила мне мозги на место. Так что да, если человек действительно нацелен на дальнейший какой-то рост, то армия это не потеряет. Вот я хочу сейчас привести один пример молодого человека. У меня сейчас подчиненный есть. Очень грамотный молодой человек. 19 лет. Вот сейчас недавно на прошлой неделе в свадьбе гулял. Что значит человек грамотно думает на перспективу? Он, закончив школу, призывной возраст, он в октябре месяца должен призываться во вооруженные силы. Вот. Он поступает с 1 сентября в ВУЗ. Белорусский ВУЗ здесь, в городе Минске. Вот. Берет академический отпуск на год. Отслужил. И сегодня он уже, ему еще 19 лет, 20 нету. Он уже отслужил армию, продолжил обучение в ВУЗе. Вот грамотное какое-то решение. Поступил, ну и сразу же ушел в армию. В опыт в арте пераймания, как мы говорим. Когда вот молодой человек, вот он только начало своего жизненного пути после школы, он отдаст, будем говорить, долг родине, получит необходимые навыки. Это намного легче. Для него, во-первых, он приобретет необходимый жизненный опыт. Во-вторых, это даст ему возможность потом не отключаться, не внимания на армию. Вот. А человек, когда закончит ВУЗ, потом родит ребенка, женится, да, и потом ему 26,5 лет, ему приходит повестка. Вот это серьезный уже стресс. Серьезный стресс. Потому что нужно поменять все. Он, может быть, уже где-то работает. Специалист высококлассный. Где-то у него работает. Либо частная своя фирма. Вот. Ему нужно приходить, пройти службу в армию. Вот это довольно сложно. Плюс еще, давайте вспомним, что ему 26,5, а рядом призывники по 18 лет, да? И он на фоне их уже дедушка выглядит, фактически. Тоже тут и с моральной точки зрения. У него командир взвода будет младше него. Офицер, лейтенант. Не дед, а дедушка. Ну, это Сергей Анатольевич говорит, что нужно все делать вовремя. Вовремя, да. Главное все делать вовремя. Ну, помню, что сегодня у нас праздник. Давайте немножко поговорим о хорошем. Еще раз похвалим наши замечательные войска. СССР на сегодня по-прежнему самые боеспособные воинские части вооруженных сил. По-прежнему элита. Пусть не обижаются на нас другие войска, но общий девиз ВДВ никто, кроме нас, никто не отменял. Как бы вы на сегодня сформулировали миссию сил специальных операций с учетом геополитической обстановки, проведения специальной военной операции в Украине, размещения в Беларуси тактического ядерного оружия. Белорусы могут спать спокойно? Вот такой общий вопрос. Ну, если вкратце, в общем вопросе, однозначно. Могут спокойно спать, отдыхать. Почему? Потому что на сегодняшний день компонент вооруженных сил, такой как сила специальных операций, действительно, правильно сказали, наиболее подготовленные, обученные люди, готовые в кратчайшие сроки привести к высшей степени боевой готовности и выполнить задачу. То есть, о них идет это постоянно. Это тренировки, это натаскивание. Они знают свою задачу. Я с этим столкнулся однажды, и я видел в глазах людей, нету ни паники, ни растерянности, ничего. И я считаю, что на сегодняшний день в любой, с какой бы стороны ни возникла какая-либо угроза, наши силы специальных операций в первых рядах готовы будут выполнить задачу в моментально, в кратчайшие сроки. Успокоили. Тогда давайте от общего перейдем к частному и расскажем нашим зрителям, какой же сложный и тернистый это, правда, был ваш путь к карьере военного. Вы родились в Бресте в семье военного, и с родителями сменили не один гарнизон. Были в Германии, в Казахстане, побросало вас по свету. Вот вам, ребенку, где было тогда интересно и комфортно вдали от родины? Когда мой отец служил, как-то нам не довелось ни разу служить в большом населенном пункте. Что в Германии, что в Казахстане, что в Белоруссии. Мы всегда жили в небольшие воинские части. И, наверное, тоже повлияло на мое решение, на мое отношение. Я очень много времени со своими друзьями в внешнешкольное время проводил на территории воинских частей. Сходились и к солдатам, и спортивные залы. Это впиталось с самого детства. Поэтому, в принципе, вы особо нигде не скучали. Была своя такая команда ребятишек. Да, то, что скучно было когда-то в детстве, этого не было точно. Интересно было везде. В 1984 году ваша семья вернулась в Брест. А в июне 1986-го отец уехал на ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС. В августе вернулся, через месяц снова улетел, но уже в Афганистан. Там он был секретарем парткома бригады, и на его счету 48 сопровождений колонн. И награжден он орденами Красной Звезды за службу Родине третьей степени. А в Афганистане он провел два с половиной года. И находился там до самого вывода войск. Вы переживали тогда за отца и поддерживали, может быть, как-то связь с ним? Ну, связь мы поддерживали тогда, сотовой связи не было, только письма. Да, действительно, мама, я. Я в то время уже проходил обучение в Новосибирском военно-политическом училище. Ну и писали письма, все время связь была, поддерживалась. Чувствовалась в семье какая-то тревога? Или все было более-менее спокойно? Мне сложно судить, потому что с момента, как отец уехал, он в Афганистан уехал, а я уехал в Новосибирск. Мама осталась здесь в Белоруссии с младшим братом и со средним, они остались здесь. А я уехал и первый курс училища, там вот интенсивная подготовка. Во-вторых, у меня было много преподавателей, которые прошли эту школу афганскую. Поэтому, слушая их, у меня какой-то опасности, что вот что-то случится, вот что-то... Такого не было. Ну и плюс вы сами говорили, что у десантников не должно быть в глазах паники. Ну, наверное, и в душе тоже, да. Ну, вы уже немножко рассказали, но свою жизнь с армией вы смогли связать только с третьей попытки, когда поступили в Новосибирское высшее военно-политическое общевоисковое училище. До этого не прошли по зрению в Суворовское училище и по конкурсу в Арджиникидзовское ВУКУ. Кому и что вы хотели доказать такой настойчивостью? И, кстати, где вы здесь на этой фотографии? Справа. Доказывать я никому не хотел ничего. Просто у меня была цель, которую я истребился достичь. Я знал, что я ее достигну любым путем, каким бы меня жизнь бы не заставила идти, но все равно я одену погоны и буду служить. Вы очень уверены. Но зато дальше, конечно, у вас уже все пошло как по маслу, если прослеживать вашу биографию. Вы закончили военную академию и вас направили в ваш родной Брест. Это еще до академии. Это я еще старший лейтенант военнослужащий 50-й механизированной бригады Брест. После окончания академии вы были распределены в 38-ю отдельную гвардейскую мобильную бригаду в специальный десантный отряд, где впервые познакомились с небом. Да, так и было. Рассказывайте нам, как это все было. Я попал в коллектив, вновь сформированный, очень интересный. Главное, что в этом коллективе были все энтузиасты и профессионалы своего дела. Это была вновь сформированная воинская часть на этапе своего формирования. И туда люди пришли по зову сердца, они назначены. И вот эта атмосфера, там я тогда впервые познакомился, что такое десантное братство, что такое вообще десантники, что они едят, как говорится. И меня эта вещь очень сильно зацепила. И эту любовь к этому роду войск, к этому отношению межколлективное между людьми, оно пройдет, наверное, до конца жизни. У меня брат в этот момент служил в 37-й бригаде. Вот у нас даже мой первый прыжок был в одном борту, так сложилась ситуация. Но я все время считал, когда служил еще в пехоте, не считал, что как-то это возможно. Ну, не рассматривал такой вариант. А уже когда после Академии, уже 32 года, взрослый человек осознанно пришел в десантники. Я хочу сказать, что мой личный опыт позволяет сделать такой вывод. Довольно часто бывает ситуация, что молодые люди, которые просто со школы, ну, я пойду куда, в разведку, в разведку, в десантники, все. И потом он пройдет один контракт, второй контракт, и как-то разуверивается и уходит. Почему? Потому что мне, наверное, просто кажется, что ему не с чем сравнить. А вот когда человек приходит в зрелом возрасте, осознанно уже, то есть, ну, минимум после 25 лет, приходит в десант, совершает первый прыжок, понимает, что это дало ему, как он себя чувствовал, это чувство ответственности, чувство, даже в некоторой степени должно быть и страха перед совершением прыжка. И когда он это все переживает, у него более ответственное отношение к этому роду войск. Получается, что первый свой прыжок вы совершили в 32 года. Совершили прыжок и сдали норматив, и вам выдали голубой берет. Но я читала в интервью, что потом вы и так увлеклись этим делом, что очень быстро там, по-моему, какой-то годовой норматив перевыполнили. Вот я про что и говорю, что я попал в подразделение, где были все энтузиасты. Вот энтузиасты, а кафедра воздушно-система службы, они были профессиональны от своего дела. Вот. И вот мы, я пришел в августе месяце, в августе месяце в воинскую часть, но есть такие нормативы, что военнослужащий должен для того, чтобы получать надбавку, и стаж должен идти в другом исчислении, вот, должны выполнить определенную программу прыжков. На тот момент мне нужно было выполнить четыре прыжка. Но, сразу же говорю, люди, которые там стояли у руля, четыре прыжка это не для тебя. Четыре прыжка это где-то там, в других подразделениях. Я говорю, полностью норма шесть штук. Я говорю, хорошо. Но, говорит, еще есть нюанс. Прыжковый месяц, там, в сентябре, в октябре уже начнутся дожди, уже будет сложнее выполнить. Поэтому, вот, тебе есть время чуть-чуть, программу нужно все выполнить. Вот. И получилось так, что из тех офицеров, которые мы пришли в августе месяце, вот, я единственный в эту воинскую часть, не только в отряд, а вообще в бригаду, я получился, что единственный, кто выполнил программу за год целиком в течение месяца. Вандеркинд. Ну, это не мне заслуга, а заслуга моих наставников. Но, в то же время, вы признавались, что первые четыре прыжка вы прыгали с закрытыми глазами. Да, страшно. Было страшно, вопросов нет. Ну, потому что, если десантник не боится, его нельзя выпускать в небо. У каждого человека должно быть здоровое чувство страха. То есть, самосохранение. И самосохранение, конечно. Если у тебя ничего не страшно, и ты готов на подвиг просто так выйти, значит, что-то у тебя не так. Что-то, значит, у тебя ничего тебя не держит на этой земле. Не надо, не надо. А парашютист должен приземляться, собственно говоря. Целым и непредимым. Поэтому всегда, когда перед совершением прыжка, проходит медик, проходит инструктор по воздушной подготовке, проверяет регулировку. Еще проходит офицер ВДС, смотрит в глаза, чтобы шальных не было. Таких не будет. После Бреста вы продолжили службу в Витебске в должности заместителя командира 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады по идеологической работе. Вы уже как-то упоминали, что слово идеология было в свое время, в 90-е даже, ругательством. На ваш взгляд, вот идеолог в армии, это необходимость? Крайняя необходимость. Дело в том, что мое четкое убеждение, что всегда в любом коллективе, будь это гражданский коллектив, ну, если больше 10 человек, будем так говорить, 15 человек, 20-30, а если большое подразделение, как вот есть нормативы в армии, после 45 человек должно быть человек, который ведет целенаправленную работу по обучению и воспитанию. То есть отвечает за души. Как называли в училище у нас, инженер душ человеческих. Вот должен быть такой специалист. Причем не просто случайный человек, а должен быть подготовленный профессионал, который получил образование по этому профилю, и сам готов и может обеспечить, сформировать готовность у всего личного состава, мобилизовать его на выполнение той задачи, которую поставит командир. У командира задача выше крыши. Ему нужно обеспечить и принять решение, и спланировать все, и всю эту доставку обеспечить, и выполнить задачу. А для того, чтобы народ это все выполнил, подчиненные собрались и во главе за командиром побежали в одну сторону, вот и для этого нужен идеолог. А можете раскрыть какие-то секретики небольшие? А тут секрет простой. Делай, как я. Личный пример. Однозначно. Личный пример. Ну какие-то фразы вы же говорили бойцам, то есть какие-то мысли доносили до них. Есть же что-то такое, что действительно мотивирует. Нет, тут все зависит от ситуации. Где и что. Если на какой-то учебном полигоне где-то уже люди прослужили полгода, год, там можно, как говорится, и крепким словцом за собой повезти. А если человек только пришел, то его нужно убедить, что он так должен сделать. Его нужно мотивировать, что он правильно сделает. А в боевой обстановке вообще кричать нельзя. Чтобы своей уверенностью продемонстрировать, что мы делаем все правильно, и победа будет за нами. Сергей Анатольевич, но был в вашей военной карьере период, когда вы познали искусство управлять военнослужащими женщинами. Я думаю, что там вы крепким словцом не пользовались. Как с ними? Или бывало? Всякое бывало, но я хочу сказать, что женский клетив довольно сложный. В мужском гораздо проще. Там и отношения между людьми проще, и они никакие-то там закулисные игры не ведут. Да, у меня был момент времени, что я был заместительным командиром батальона связи. И у меня в подчинении было вместе с офицерами, солдатами, мужчинами, и порядка 50 женщин. И бывало, и приходилось разбираться, и между ними мирить их, разбираться, и плакали. Всякое бывало. Но я хочу сказать, что это хороший опыт. Опыт хорошей. Ну а как вы, взрослый мужчина, военный, когда видит женские слезы, как вы реагируете? Это самый сложный момент. Это всегда обезоруживает. Всегда обезоруживает. Женские слезы. Я не знаю, какой мужчина должен быть, кремень, чтобы холодно к этому относиться. Ну, находили какое-то теплое слово для того, чтобы утешить? Обязательно. В командировку в Казахстан в январе 22-го года в составе белорусского контингента миротворческой миссии ОДКБ вы называете особой миссией, особой страницей в своем послужном списке. Почему? Что было такого особого? Ну, особое, наверное, это то, что впервые было в моей жизни выполнение реальной боевой задачи. Не какой-то учебной, не какие-то учения, не тренировка. Это была реальная боевая задача, но которой раньше не было. Не сталкивались с такими вызовами раньше? Нет, ну, если мы посмотрим нашу историю, то это был первый выезд по боевой задаче контингента Республики Беларусь в соседнюю страну. Такого раньше не было. Тревожно было? Тревожно, ну, конечно. Волнение было. Но, что хочу отметить, на протяжении многих лет в системе боевой подготовки и воспитание военнослужащих дало того, что командиры на своем уровне, солдаты, подчиненные, они морально готовы к выполнению задачи. Они знают алгоритм действий. И когда поступила задача в 18 часов вечера о том, что в 2 часа ночи мы должны уже совершить марш в Минск на аэродром, то, вы понимаете, там осталось 8 часов времени, а это нужно оповещение людей, получение оружия, экипировка, запас материальных средств, технику проверить, выставить колонны. И это все сделали. Ничего не сорвали. Люди приходили, каждый знал свою задачу. Никто не бегал спросить, а куда бежать, а что это нужно, а что не нужно, а что с собой брать. Ничего этого не нужно было. Вот что, значит, люди, которые на тренировках, обыкновенных, в повседневной деятельности, понимают, что нужно делать. Это огромный плюс. Ну и это такой момент, интересно, что это была командировка фактически перед вашим увольнением запас. Да, я уже знал, что я увольняюсь. То есть закрыли гештаж. Следний решительный бой, так сказать. Да, решительный бой. Но по итогам командировки Александр Лукашенко вручил вам и еще шести военными составами миротворческой миссии Беларуси государственные награды. У вас орден за службу Родине второй степень. Получается, что вы обошли отца. У вашего отца орден за службу Родине третьей степени, которую он получил в Афганистане, да? Да, так и есть. На сегодняшний день можно сказать, что я всегда всю жизнь брал пример со своего отца, его отношение к службе, отношение к людям. И на сегодняшний день так сложилось, что я перерос его и по должности, ну и по наградам. Вы рассказывали перед программой, что в 90-е, в сложные 90-е, как раз таки отец немножко вправил вам мозги, когда были какие-то такие, скажем, ваши сомнения, нужно ли продолжать воинскую службу? Да, в тот сложный экономический период для нашей страны, 90-е годы, я как раз приехал для прохождения службы из Российской Федерации. Довольно сложный момент был, экономический момент. И когда смотришь за забор, там молодые люди получают деньги какие-то горячие, черный нал непонятно, кто-то что-то мутит. В определенный момент было такое брожение некоторое в умах. И однажды мы дома сидели с отцом, брат, он тоже офицер, эту тему как-то подняли, и отец сказал, запомните сыновья. Вы пришли на службу, вы стали государственными людьми. Ваша задача обеспечить мир, спокойствие и безопасность. Если в стране тяжело экономически, то и вам будет тяжело, потому что вы неотъемлемая часть государства. А как только начнем вылезать из кризиса, то и вам все вернется. Ну и такое произошло. Отец был прав, золотые слова. Давайте прервемся ненадолго, наш телеграм-канал, скажи не молчи, подписывайтесь, предлагайте нам гостей, и задавайте свои вопросы. Мы на связи. В эфире снова программа «Скажи не молчи», и сегодня у нас в гостях полковник запаса Сергей Андреев. Сергей Анатольевич, ну, как вы сами признавались, Брест, город, который является для вас местом силы, это святое место для вас, это ваша малая родина. Часто ли вы там бываете, и что вы там поделываете в эти поездки? Пока я служил в вооруженных силах, особенно последние годы службы, довольно часто было в Бресте, в своей воинской части. Мама живет рядышком с воинской частью в военном городке, поэтому довольно часто бывало. Сейчас, когда уже перешел на гражданскую стезю, приезжаю, но не так часто, как бы хотелось. Ну, в отпусках это всегда. Ну, и по знаменательным датам стараемся посетить Брест, познакомиться там с какими-то людьми, может быть, с кем-то встречи какие-то. Ну, а если что, то маму приглашаем сюда. Ну, а мама за годы вашей службы ни разу не отговаривала вас от службы в армии? Не было такого, что сынок, иди на гражданку. Нет, вот хочу сказать, что ни разу не поступило какого-то предложения со стороны родителя, что нужно прекратить служебную карьеру, а заняться там чем-нибудь другим. Ни разу не было. Ну, наверное, потому что у меня и мама из семьи военного. То есть ей это все привычно. Поэтому такой уклад жизни, стиль, он был, наверное, нашим закономерным и обычным для нас. То есть когда другого и не знаешь, то это воспринимается в порядке вещей. Да. Ну, а у полковника Андреева надежный тыл? У меня тыл очень надежный. Через пару дней мы будем отмечать 33 года совместной жизни с супругой. Она все время всегда со мной была, все тяжести и перипетии армейской службы. Как она говорит, мы с тобой вместе прослужили. Ну, мы вас поздравляем, конечно, с этой красивой датой. Ну, тут еще такой секретик нужно открыть, что Наталья Ивановна, она тоже из семьи военного. Военного. Да. И прекрасно готовят, насколько мы знаем. Очень. И сейчас вы вместе работаете. Чем занимаетесь на гражданке? На сегодняшний день я являюсь заместителем генерального директора открытого акционерного общества Минотель. Приглашаем к нам в гости. Наши гостиницы для вас открыты. А сейчас какова заполняемость гостиничного фонда, учитывая... На сегодняшний день мы перешли, прошли сложный период пандемийный. И уже в течение этого, к концу прошлого года и уже в течение этого года наши гостиницы набрали необходимый оборот, заполняемость. А сегодня уже мы видим в преддверии начала открытия вторых игр стран СНГ гостиница будет заполнена максимально. Справитесь с такой нагрузкой? У нас уже есть опыт. Чемпионаты мира по хоккею и другие мероприятия, где было большое заселение гостиниц, то у нас проблем и сложностей возникнуть не должно. Справимся. Но мы вам желаем, чтобы действительно так случилось и чтобы Наталья Ивановна не очень уставала. Она шеф-повар в ресторане, в той гостинице, где вы работаете. Поэтому, конечно, мы ей тоже желаем успехов. Скучаете ли вы по небу? У вас около 100 прыжков всего, да? Да. И что? То есть когда последний раз вы совершали прыжок с парашютом? В год увольнения, год назад. То есть каждый военнослужащий должен выполнять программу прыжков. Мне уже на последнем году, после 50 лет, мне нужно было совершать один прыжок в год. Вот я его совершал. Сложностей никаких нет. Ну а сейчас на любительском уровне вы будете поддерживать себя? Не планирую. Не планирую. В форме поддерживаю, да. Тренажерный зал, бассейн. Это да. Ну, в небо уже как-то нельзя. Ну, как вы уже говорили, все нужно делать вовремя. Да, вовремя. Ну, вот бытует мнение, что в семье военного дети могут пойти только по, собственно, по стопам отца военного и стать военным. Вы не исключение. Отец ваш тоже был военным. Но если бы можно было пройти весь путь сначала, заново, вы бы снова избрали бы карьеру военного или выбрали бы что-то гражданское? Хороший вопрос. Вот в первой части вопроса, что автоматически ребенок из семьи военного должен быть обязательно военным. Вот у нас в семье три сына, двое военнослужащие, а младший нет. И нормально живет, и все, никаких проблем нет. Поэтому это мнение расхожее. Конечно, дети часто идут по стопам своих родителей, но это необязательные условия. А если сказать про себя, то я ни о чем в жизни не жалею. И на сегодняшний день, если бы предоставилась возможность прожить с нуля свою жизнь, я бы ничего не менял. Еще в одном интервью вы как-то сказали, что жизнь вам улыбнулась. Но помоталось же вас, когда вы уже и были военнослужащим. Вот эта улыбка, она в чем? Это в небе она вам улыбалась или во всем? Как это? Если убрать сложный период времени начала 90-х годов, я хочу сказать, что моя служба, для меня лично, мое впечатление, это, как сказал один человек, фраза такая есть. То есть я завидую тем людям, у которых работа, это хорошо оплачиваемое хобби. То есть для вас вот эта военная служба, это было просто интересно? Не было такого, что вы бы не хотели... Это моя жизнь, чем я жил, чему я посвятил. Большое время я провел на работе больше времени, чем на дома. Ну а сейчас у вас также отношение к нынешней вашей работе? Тоже интересно? Ну сейчас уже более нормированный рабочий день, уже и выходные дома бываешь, на праздники дома, то есть, ну, уже проще. А перестроиться вот с военной службы на гражданскую было вам легко? Вообще не заметил перехода. Дело в том, что мне, наверное, повезло в этом ключе, потому что я перешел на должное замгенерального, но в функциональных обязанностях у меня по-прежнему идеология. Поэтому, как это говорится, что идеолог, он везде идеолог, что на корабле, что в пехоте, что на самолете, что в коллективе. Работа одна, люди. А в 2020 году вы уже были идеологом? Я был идеологом с 91-го года. Идеолог в, скажем, в отеле, да, мы же помним, что во многих сферах в 2020 году и после, ну, возникали определенные брожения. Сейчас какая обстановка в вашем трудовом коллективе? Я хочу сказать, что я пришел позже 2020 года, в прошлый год, в 2022 году я туда пришел, но отношение людей к происходящим событиям 2020 года за год-полтора оно кардинально поменялось. Некоторые люди, кто не захотел идти с нами в одном строю, они покинули коллектив. Но это не так много было. Еще сыграл пандемийный период, что большое сокращение было, что люди увольнялись, потому что, ну, гостиничный бизнес тогда опустился очень серьезно. Нашли себе другие места, где оплата повыше. Вот. Но если даже были высказывания раньше, до 2020 года, до 2020 года, какие-то критические, то сейчас люди, оценив, что произошло за последние два года, сколько, каково отношение у людей к жизни, какие социальные гарантии в стране дается, и посмотрели на соседей слева, справа, у нас же страна не закрытая, люди многие поменяли свою точку зрения. Многое осознали. Да, многое осознали. То есть можно сказать, что мы можем смотреть с оптимизмом в будущее? Обязательно. Впереди только победа. Прекрасный финал, я считаю. Сергей Анатольевич, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Огромное удовольствие было с вами пообщаться. Спасибо. Вы в прекрасной форме, и мы вам желаем, чтобы на своем боевом посту, в работе с людьми, вы достигали еще больших успехов, и как можно дольше оставались в обойме на благослужения нашей страны и государства. Спасибо. Ну и, конечно же, всех причастных с праздником. Вы поздравите еще. С удовольствием. А мы, Татьяна Щербина и Светлана Смолонская, прощаемся с вами. До следующего эфира. До свидания. До свидания. А сейчас говорит Сергей Андреев. Уважаемые друзья, братья по оружию, десантники и ваши родные и близкие, от всей души поздравляю вас с этим прекрасным праздником, Днем Десантников и Сил Специальных Операций. Желаю вам мира, добра, главное, мирного неба, мягкого приземления, и чтобы в вашем доме всегда была радость и улыбка. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»